Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Блод Ленес, и сегодня мы дальше проходим полуночного кукольника. Остановились мы, как вы видите, ну какой-то подвал, можно так сказать, или тому подобное. Как вы помните, мы решили одну загадку, пооткрывали все остальные клетки, и сейчас мы можем подойти к запискам. Левый глаз, черепа, что-то типа такого, наверное, это какая-то загадка или что-то в этом роде. Но если честно, я припоминаю одну вещь, в которой все-таки вроде бы был глаз, и у нас есть, как вы помните, шовел. Это вроде лопата, если я не ошибаюсь, хотя, может быть, я и ошибаюсь. Так, череп, да, вот он, который я видел тут, но почему-то мы используем ничего правый, правый глаз, друзья. А, левый, если так посмотреть, вот. Земля сухая тут? Копать? Конечно, копать. Не знаю, что тут можно найти. Я не забыл об этой игре, друзья, я еще хочу сказать, в чем смысл жизни. Готку на это все, вот мы нашли ключ, и у нас, в принципе, есть одна дверь закрытая. Я не знаю, показывал я ее в прошлой серии или нет, но я покажу в этой. Конечно же, почему я не записывал эту игру, потому что вышли очень много игрух, таких как Холла, там, всякие хорроры и тому подобное. Но, в принципе, о пиксельных играх, друзья, я не забываю, и я их буду, конечно же, проходить дальше. Сейчас очень много вышло новых пикселей, но они половина, конечно же, на английском языке. Даже не половина, а практически все. Так, у нас есть вот этот ключик, который, вроде бы, который сюда не подойдет, да, вроде бы? Компаски. Слушайте, мне кажется, что я что-то не так сделал. Куда-то я не туда пошел. Вообще, в упор не понимаю, куда вставляется этот ключ. Вроде бы мы все пооткрывали, и обратно, ну, просто нету никакого толку идти. Давайте попробуем еще раз, может быть, я что-то не то сделал. Так, нам сюда, да, надо пройти. Как вы помните, в принципе, что тут происходило в этой игре. Практически загадки, загадки, пропажа детей и пропажа нашего отца, все. А, да, смотрите, open the lock. Блин, ну, офигеть просто. Почему сразу нельзя было подойти, так, тоже непонятно. Так, какой-то пролом. Тут стена разваливается. Так, отлично, у нас есть бита, которая, в принципе, попробовать разбить стену, конечно. Давайте попробуем, может быть. Но битой, в принципе, такую стену разобьем мы или нет? Там картонные какие-то, гипсокартоновые были, да? Нехорошо. Не получается ничего. Я думаю, что нам надо найти что-нибудь посильнее. То есть, нам надо найти какую-то кувалду или что-то подобное. Так, мы не можем залезть, потому что, походу, надо отвертка. Да, войти? Конечно, войти. Я не знаю, почему, но тут очень много вентиляционных шахт, в которых мы просто блуждаем и блуждаем. Так, смотрите, мы какую-то местность новую нашли, да? Что это у нас такое? Статуя? Статуя Аф... Ямамба какая-то. Так, тут у него снизу есть колесики на дне, да? Толкнуть. Пока не будем толкать, я не знаю, честно говоря, что. Но дает часы. Повсюду часы стоят. Интересная, конечно, расцветка обоев. Пустая коробка. Так, мы видим, что у нас есть тут какая-то, как всегда, записная какая-то... Ну, записка, можно сказать. Итак, сентябрь. 20 сентября, да? Насчет подозрения о похищении ребенка, местная полиция исследовала центр, принадлежащий трем членам регулиозной организации «Глаз правды». Много людей с прессой окружили здание и... Ну, как-то проводился, можно сказать, осмотр или расследование. Кроме того, расследование пытаются раскрыть так быстро, как только можно. Полиция позже сообщила, что они не могут подтвердить похищение детей, так как не хватает просто-напросто улик. Вот такие дела, друзья, да? Опять же, про похищение детей и одно и то же. Может, я не знаю, честно говоря, при чем тут эти похищения, если мы пытаемся найти своего отца? Так, статуя. Так, давайте попробуем ее толкнуть, не знаю. Нифига себе она толкнула. Улетела, да? Эй, ты толкаешь его слишком сильно. Да, смотри, ты комнату все разнесешь так. Ой, извините, я не хотела так сильно оттолкать, да? Господи, она что, супер-женщина? Да уж. Так, ну тут под низом ничего нету. То есть, никакого ключа, я думал, может быть, что-то будет, но нет. Статуя Ямамба. Ямамба такая милая. Да? Серьезно? Да, я люблю Ямамбу. А-а-а. Да. Что за Ямамба? Что это вообще такое? Я вообще не понимаю. Так. Остерегайтесь ворон. Угу. Понятно. Значит, вороны будут или что-то типа такого? Так. На рисунке кристалл в темноте. Что-то типа такого. Ворон. Это мне напоминает, друзья, Resident Evil 1, когда там вороны нападали. Тогда их реально надо было опасаться. Так. Тут какая-то веревка. О. О. Смотрите, мы можем лазить, да? Так. Спуститься. Нет. Давайте перелезем на другую сторону. Такая вообще у нас, смотрите, девушка, которая лазит по канатам так спокойно. Ой, мне кажется, я зря вообще полез по нему. Да. Я был прав. Остерегайтесь ворон. Эй. Что ты клюешь? Пожалуйста. Не надо ворона. Да уж. Все. Амбец. Она переклевала, и мы упали. Супер просто, замечательно. И мы загружаемся. Хер знает откуда. Нам придется все это опять проходить, потому что я не сохранился. Так, ну что, друзья, мы снова тут. И, наверное, я сюда не пойду. Давайте попробуем пойти вверх и осмотреть, что у нас тут. Какой-то дневник. Так, 9 октября, когда я ел в своем замке на веранде, то меня атаковали вороны. И вороны пытались найти какие-то милые вещи или что-то типа подобное. Потом был какой-то, я не знаю, потом было какое-то, можно сказать, землетрясение по четырехбальной шкале. И все картины перевернулись, попадали со стен, короче, на пол. Хм, странно. Так, тут закрыто у нас. Отлично вообще. Так, подождите. Картины со стен попадали. Слушайте, у меня есть такое предположение, что вот эту штуку надо куда-то толкать в стену. А ну-ка, дать его попробуем. Бэтс. Так, он то же самое говорит у нас. Это что, супер девушка? И? Что произошло? Да. О, блин, офигеть. Часы отпали. Походу, тут есть ключ. Отлично. Гот веранда ки. Вот, мы взяли ключ от веранды, и, скорее всего, эта веранда тут была наверху, да? Не знаю, что там можно будет сделать, но... Игра рассчитана... Так, это... Я не знаю, что это такое. Не знаю, как перевод. То ли дымоход, то ли... А, это знаете что? Это для птичек. То ли поилка, то ли кормилка. Так, мы тут находим очень огромный молоток. Хаммер. Ну, даже не молоток, а кувалда. Ну, я думаю, что вы сами догадываетесь, куда можно будет пойти с этим молоточком. Хаммер. Пойти вниз и проломать себе путь. Только, не знаю, для чего. Ну, смотрите. Прикол в чем? Эта серия практически тут... Ну, мало, да? Переводим. Намного больше тут геймплея. Это уже радует, конечно, потому что... Были дни разговоры, читали дневники и тому подобное. Сейчас, я не знаю, попытаюсь для вас серии, конечно, писать, но... Аллергия мучает. Либо ты ешь таблетки, от которых ты спишь постоянно. Либо ты задыхаешься, просто у тебя нос заложен постоянно. Так. Тут есть шоколадка. Да. Вы взяли шоколадку. Я голоден. Дай мне съесть это. Она растаявшая. Нельзя ты... Ну, твой желудок как не примет, да? Хм, вот так я почему-то ее взяла себе. Хе-хе. Ну, ей можно. Она все себе берет. Она никогда, как бы, ни в чем себе не отказывает. Это же девушки. Так. Что тут можно с этой шоколадкой сделать? Ну, в принципе, я не знаю. Попробовать кормилку положить. И что, ворона съест, и... У нее желудочек будет болеть, что ли? Так, ложим. Ха. Да. Ворона прилетела сюда. Офигеть. Ворону шоколадкой кормить. Это... Это просто... Я не знаю даже, что это такое вообще. Вороны вообще шоколад едят, что ли, или нет? Так, друзья, мы опять тут, и надо сохраниться, потому что... Я просто-напросто могу... Опять попасть в западню. Я этого не хочу делать, так что... Ну, думаю, сейчас у нас все получится. Так. Твою мать. Она опять прилетела. О, нет, смотрите, она улетела. Офигеть. Скорее всего, она полетела за шоколадкой, или... Не знаю. Пропуск эта шоколадка, офигеть. Так, смотрите, тут интересный тоже... Блин! Стоит назад-назад. Что у нас тут? Записка. Опасность, перспектива поменялась обратно. From top down. То есть... Вниз, вверх и... Среди... Я ничего не понял, честно говоря. Но что-то поменялось. Вот это, честно, я вообще не могу перевести. Что-то о загадке. О какой-то загадке непонятной. Ну ладно, давайте дальше пойдем, посмотрим, что тут будет. Вау! Какой высокий потолок! Смотрите, а в потолке, кстати, сверху... А... Какая-то цепь. Ладно. Опа-на. А? Охренеть! Потолок падает! Не может быть! Надо найти выход отсюда! Блин, а что? Какой выход? Number of pillars, number of windows... А, то есть... А... Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Блин! Раз, два, три, четыре... Так, нам надо, походу, эту... Locked safe... Три... Четыре... Три... Шесть! Ой! Нет! Нет! Меня сейчас раздавит! О-хренеть! Сейф был пустой! Сейф? Что за бред? А что мне там делать? Подождите, сейф пустой. Нас раздавило напросто... Просто-напросто раздавило хрень, потолок. Я не знаю, что-то данного взяло, она сохранится перед этим. Давайте попробуем еще раз. Я так понял, друзья, там есть такая штука... То есть, почему я вбивал эти цифры, да? Там было написано, сколько облаков, облаков... Сколько... Сейчас еще раз номер... Вот четыре... Ну, четыре... Эээ... Окон... Три... И... Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Шесть! Что за? Четыре... Три, шесть... Ну, пустой! Блин! Что за? Дверь! Мы сможем выбраться... Охренеть! И наобум вообще... Фу, вот это вот и ловушка! Нас почти расплющил этот потолок! Надеюсь, крутизна твоя не покинула тебя, как после этой, да, ловушки или перепалки? Хватит, не говори это... То есть, не говори это. Да. Моя вина. Но все равно мы нашли какое-то новое место. Так что возвращаемся к исследованию. Да. Тут что-то уже как-то по-другому выглядит. Так, что у нас тут есть? Какие-то коробки непонятные. Что, как. Новая локация. Будем осматривать ее. В принципе, этот отель очень огромен. И я думаю, что в нем надо исследовать абсолютно все. Думаю, какую-то часть мы уже прошли. Я не знаю, насколько. Вообще, насколько эта игра будет рассчитана. Когда мы дойдем до какой-то логической завязки. Когда мы найдем отца. Я надеюсь, что это будет не под самый конец. О боже, опять эта загадка. Опять эта загадка с шарами. Так, а ну это сброс, как всегда, шаров. Да. Придется опять мучиться. Ну, в принципе, в прошлый раз я с первого раза прошел ее. Давайте подумаем немножко. Да, я сам себе, короче, накрутил неправильно. Надо было не сильно далеко и вот походу толкать. Сейчас попробуем еще раз пройти. Просто его где-то вот... Не знаю, вот тут вот, наверное, его и дальше толкать и не стоит. Я так понимаю. Потом тут. Тут это выталкиваем. Толкаем, походу, до самого конца. Вот, друзья, и мы прошли отлично. В принципе, не... Ну, довольно легко, да? Что-то сверху, смотрите. Опа. Ключ. Блин. Конечно же, возьмем его, да? О, боже. Что такое? Одна нога сломана. Так, в принципе, мы тут можем выйти, чтобы не мучиться. Откуда мы ключ взяли, не знаю. Загадки тут, в принципе, не такие тяжелые, как может показаться. Так, возьмем этот ключ сразу в руку. И попробуем открыть вот эту дверь. Да? У нас вышло. Так, надо бы сохраниться, потому что дошли мы уже неплохо так. Что это у нас? Право... Подождите, а, свет. Право-налево. Не знаю, что это дает, но... Ха. То есть, мы зажигаем свет, но надо правильно зажечь справа-налево. Неправильно мы уже пошли. Но не знаю, что-то даст это или нет. Что там такое? Опа. Это папаша. Охренеть, мы его видим или нет? За стеной вряд ли. Ха. Вот это уже интересно. Так, но мы его, походу, не увидели. Так, шкаф. Там что-то вверху, на шкафу. Хорошо, хорошо, сейчас я возьму это. Ну, наш маспер, как всегда. Хоба. Отлично. Вот и я. Так, мы получили опять какой-то ключ. Спасибо, маспер. Нет проблем. Наша, можно сказать, хрень пытается нас это, да? Так, тут есть секретная дверь. Но дверь с этой стороны не откроется. То есть... Ага, я понял. Я вот так и думал, что что-то как-то надо тут обойти. И по-любому в каких-то таких пиксельных играх они, блин, постоянно прячут дверь. А ну-ка. Тут есть секретная дверь, мы можем обойти с другой стороны. Отлично. Так, а теперь зажжем эти свечи с другой стороны, да? Или нам... А, блин, придется нам выйти отсюда. Сначала выйти, потом зайти. Свечи сейчас не должны гореть, да? Да. Посмотрим, что будет в этот раз. Так, справа налево. Опа. Вы слышите, как замок открывается где-то? Ну, понятно, что шкаф открылся. Что же в этом шкафу? Так, посмотреть одежду. Охренеть. То есть мы можем переодеваться. Да. Медсестра. Что за бред? Ну, это какой-то бонус, походу. Ну, видите, мы решили его. Офигеть. Какая-то горничная. Так, а где наша одежда? Ага, вот она, наша одежда. А ну-ка, давайте посмотрим. А, ну и все, тут больше ничего нету. В принципе, давайте останемся в нашей просто. Ну, я не знаю, это какой-то... Это жесть будет просто, если мы будем ходить в горничную. Это какая-то... Ну, потеря, можно сказать. Атмосферность игры. Можно, в принципе, переиграть потом. И кто захочет, может одеться так. Так, что же у нас дальше? Давайте сохранимся, потому что тоже неизвестно, что там. Так, а тут у нас какая-то дверь. Закрыто. Так, а стойте, какой там мы ключ взяли? А-а-а... Хаммершел, Ватерскрид, да? Не, у нас... Подождите, мы же вроде ключ взяли, да, сейчас? Что-то у меня уже не варит голова. Закрыто. Хм, ладно, спустимся вниз. Тут хоть что-то открыто или нет? Как-то странно. О, вот мы открыли замок. Так, что это у нас тут? Тут есть ключ в коробке. Как-то все легко очень достается. Так, от третьего этажа. Так, пустые шкафы. Ой, не шкафы, а ящики. Давайте посмотрим, что тут написано в книженции. Отчет. Отчет какой-то, не знаю, какой отчет. Так, насчет проблемы. Я навещал деревню Икоруги, которая расположена глубоко в лесу. Так, в деревне Икоруги занимаются разведением насекомых под названием Мобиакс. Друзья, смотрите, Мобиакс это та кухня, помните, о которой мы говорили в самом начале? И она говорит, типа, я думаю, это плохая идея. Мы так и не узнали, что такое Мобиакс. Может быть, потом, впоследствии дальше игры, мы поймемся, да? И вот он говорит, если вы хотите нанести визит туда, я рекомендую вам отправиться на фирму Мобиак. И это где-то там на юго-востоке, или на хрен его знает. Там есть отличный Мобиак стейки. Да. Офигеть. Что за Мобиак? Если честно, я так и не понял. Так, тут у нас какой-то автомат. Маспер, как ты думаешь, что это за машина? Что она делает? Не спрашивай меня, почему бы тебе не включить ее и не найти ответ, да, на этот вопрос? У нас есть тут выключатель, но у нас, походу, не хватает. То есть, мы не можем его почему-то включить? Странно. Ладно, это нам, наверное, тогда не надо пока что. Так, что это такое? План? План, не знаю, комнат или что-то типа такого. Так, ладно, у нас есть ключ от третьего этажа. Мы можем, в принципе, и тут пройти. А, ну слушайте, мы тут были, просто мы до конца не шли. А третий этаж, это, походу, вот это ступеньки. Это второй, видимо. Да, там третий. Ступеньки, кстати, так, в таком стиле сделаны, что даже не поймешь, что это ступеньки. Вот. Ух ты ж, ё-моё, сколько мишек. Медведей, куча медведей, как маспер прям. Так, тут написано 100 йен, чтобы поиграть, да? Опа. Что-то тут сейчас будет. Игра с краном, да? Выглядит забавно. Слушай, может быть, попробуем? Извини, но я пуста, у меня денег нету. Эх, что за неудачник. То есть, он на себя говорит, опа, на. Сейчас кран этот заберет, походу, маспера, офигеть. Типа, посчитав его за игрушку. Ага. О, боже. А, что такое? Отпусти. Маспера. Она бы могла его схватить, в принципе, да? И не дать, чтобы его забрали. Как-то глупо. Всё, поращай. Да. Теперь нам придётся его ещё вызволять оттуда. Маспер. Помоги мне. Как я должна, по-твоему, это делать? Кран. Используй кран. Но у меня нет денег. Ну, придумай что-нибудь. Да. У нас появилась новая задача. Кран. Ну, нам надо найти деньги, я хрен его знает. Так, что у нас тут? Ничего у нас тут, походу, да? Как мне выпустить тебя, Маспера? No, my head sticks. Моя голова застряла сейчас тут, да? Что-то? Может быть, если бы у меня была подлиннее рука, чуть-чуть длиннее, что я... Ну, я бы что-то придумал бы. Извини. За что ты извиняешься? Слушай, я, кажется, видел что-то за теми пиларс. Это столбы вот эти, или как их называть, я даже не знаю. Может, ты поищешь там что-то, да? Behind the pillars. Сзади колонн. Хорошо, я посмотрю. Что тут могло быть-то? Сзади колонн. Опа. Корт. Шнур, вроде бы, если я не ошибаюсь. А вот шнур, я так полагаю, что нам надо вставить именно вот сюда, вот. Там, где игровой автомат был у нас. А ну-ка. Экст-корт. Если я не ошибаюсь, удлинитель, да, вроде бы? Что-то типа такого. А ну-ка. Подходит или нет? Power Cloud. А, вот, смотрите, использовать, да. Отлично. Теперь мы сможем сыграть, хотя, пережди, я сохранюсь. Теперь мы одни. И что же это такая за игрушка? Три, два, один. Морковка? Мне надо что-то нажимать или нет? А, что сейчас прошло? Блин. Carrot. Вроде да, правильно? Правильно, коррект. Я просто, еще и по-английски перевести надо, пипец. Ладно. Вопрос второй. Это такой игровой автомат, который спрашивает вопросы. Снеговик. Так, что это? Снежин, чувак. Сноумен, конечно же. Снеговик, коррект. Это круто. Так, вопрос номер третий. Сейчас, наверное, еще быстрее будет пролетать. Ну, я готов. О, боже. Швабра или что-то типа. Кракет. Ну, точно не молоток. Давайте вот так попробуем. Правильно. Отлично. Все, победили. И что мы за это получим? Деньги? Или ключ? Опять ключ какой-то. От второго. А ну-ка. Блин, лучше бы деньги дали. Я бы выпустил. Экраны использовал бы, да? Там. Так, тут закрыто. Открыли. Блин, новая загадка. Что ж такое? А, вон копилка наверху стоит, да? И нам надо ее, наверное, потрясти типа ящики или что? Бац, бац, бац. Но она не слезает. У нас есть, в принципе, молоток. Кувалда. Кувалдой давай. Ну, в принципе, вот как мы можем сделать, да? А ну-ка. Так. О. У нее прям слеза пошла. У копилки свиньи пошла слеза. Отлично. Так, вот, стоян, отлично. Мы получили. Теперь можем идти направляться туда. Можно перебить было все это спокойно, как бы, да? Что такое? Опа-на. Папаша и какой-то тип. Что за? Сохта мечина, друзья. Это один из тех мальчиков пропавших. Так, друзья, наверное, давайте на этом мы заканчиваем на самом интересном прохождении. И что же будет дальше, мы, конечно же, увидим. Если вы, в принципе, много лайков поставите, да, будет продолжение. Быстро, очень быстро будет прохождение. Я думаю, серия нормально вышла. Очень много было геймплея. И сюжетка будет продолжаться дальше. Всем пока. Удачи, хорошего настроения. Жду вас опять на своем канале. Смотрите хорроры и тому подобное.